Еще в 2020 году статистика показывала неутешительные данные относительно количества людей, страдающих ожирением в Эстонии. Тогда была озвучена цифра в 20%, то есть каждый пятый житель нашей страны столкнулся с этой проблемой. На этом фоне еще печальнее становится тот факт, что с проблемой избыточного веса сталкиваются не только взрослые, но и дети. Причем все чаще и чаще. Специалисты Института развития здоровья уже третий раз проводят исследования относительно избыточного веса у первоклашек и с грустью констатируют, что дети с избыточным весом встречаются все чаще, а рост доли детей с ожирением вызывает особую тревогу. Если три года назад мы полагали, что рост числа детей, страдающих ожирением, приостановлен, то сегодня мы должны признать тот факт, что этот тренд теперь постепенно, но все же растет. Исследование показало, что среди детей с лишним весом большинство – это школьники четвертых классов и мальчики. С годами проблема только усугубляется. Избыточный вес имеет каждый третий мальчик и каждая четвертая девочка. Доля школьников с избыточной массой тела увеличилась в основном за счет роста доли школьников с ожирением. Если в 2016 году 10% одноклассников страдали ожирением и 16% имели избыточный вес, то в 2022 году показатель первого вырос на 2% пункта, в то время как доля учащихся с избыточным весом оставалась прежней. В четвертом классе доля школьников с ожирением выросла с 12% до 14% по сравнению с 2019 и 2022 годами. В последний год исследования у 34% учащихся четвертых классов наблюдался избыточный вес. Пандемия вполне могла быть одним из факторов роста числа школьников, имеющих избыточный вес. Ведь практически два года школы работали на удаленке, но есть и другие причины – неправильное питание, малодвижение, проблемы со сном и так далее. Какую-то одну из них выделить сложно, а вот они все вместе являются факторами, способствующими ожирению детей. В исследовании приняли участие свыше 18 тысяч учащихся из 203 школ. Самая низкая доля детей с избыточным весом ожирением в Хариума. В Тартума ситуация также немного лучше, чем в остальной части Эстонии. Доля детей с избыточным весом выше в Западной и Центральной Эстонии. Что касается места жительства, то чаще всего эта проблема встречается среди детей, проживающих в сельской местности, небольших городах и поселках. Избыточный вес приводит ко многим проблем со здоровьем, как, например, появление диабета. Это еще один такой тревожный сигнал, поскольку, по данным Института развития здоровья, число диабетиков среди школьников также растет. И это тоже во многом связано с ожирением. Отсутствие полноценного сна из-за увлечения гаджетами, неправильное питание, в котором очень часто фигурирует фастфуд, малоподвижный образ жизни – все эти факторы могут сыграть с растущим поколением очень злую шутку, если не сказать жестокую. Ведь не секрет, что избыточный вес нарушает гормональный баланс, а это значит, что во взрослом возрасте могут возникнуть проблемы с рождением детей. Согласитесь, есть о чем задуматься. Сергей Овченков, Петр Юльвайн. Специально для Портала Столица.